Беларусь накрыли ливни. Об оранжевом уровне опасности синоптики предупреждали еще накануне. Ситуацию за окном усложнил ветер. Порывы достигли 18 метров в секунду. Во многих районах страны прогремели грозы. Местами сильные дожди устроили целый потоп. Самой востребованной обувью дня стали резиновые сапоги. Выпало около 20 миллиметров осадков. Дождливая прохладная погода сохранится в Беларуси и на следующей неделе. Если верить долгосрочному прогнозу синоптиков, то зонтик нам понадобится на протяжении всего июня. Остается надеяться, что июль и август нас не подведут. Тропические леса Амазонки тоже настигли сильные дожди. Правда, там последствия хуже. Из-за ливней повысился уровень осадков в реках региона. Это привело к стихийному бедствию. Более 400 тысяч человек пострадали. Многие были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых точках мира ветер и дождь слились воедино. На юге Пакистана в портовом городе Карача от сильных пыльных бурь и проливных дождей погибли 4 человека. Из-за непогоды возникли перебои в подаче электроэнергии. Тем временем в Индии с момента выхода на берег. В Гуджарате циклона Тауктая погибли по меньшей мере 40 человек. Завтра в Бобруйске будет ясно и без осадков. Днем небо затянут облака. Ветер подует западные порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбик термометра максимально поднимется до отметки 19. Ночью возможен дождь. В субботу погода существенно не изменится. Преимущественно вес осадков. Ветер южный. 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночи включает и не грозит. Глубка уже 12, плюс 25. В воскресенье ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Осадки прекращаются только после обеда. Рассчитывать на вечернюю прогулку под открытым небом кажется можно смело. Синоптики обещают до 20 тепла.